Всем привет, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня хоррор Амнезия Перерождения. Это первый хоррор за последнее время, в который я играл. Сейчас я проверю кое-что перед тем, как записывать. И... и-и-и-и-и... Можно, в принципе, начинать, да. Он предлагает мне играть на джойстике. Давай будем играть на джойстике. Увеличьте гамму так высоко... А, поставьте гамму высоко, тогда перемещайте это вниз. The O visible, but the has disappeared. Короче, чтобы O был видимым, но X был невидимым. То есть мне по факту нужно вот так вот переместить. Но я так нихрена не увижу, и ты, скорее всего, тоже не увидишь, поэтому я поставлю вот так вот и сделаю отцепт. Вот. Играем мы на джойстике, потому что... ну, потому что он показал управление для джойстика. Опции сразу мы поставим какие-нибудь хорошие, чтобы они были хорошие. Ну и так, в принципе, хорошее всё стоит. Да, всё, давай. Ой, AppleChange. Такой я ничего не изменял. Дисплей. Да, 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 да. 60 FPS, Smooth Frame Rate, не знаю. Сетап гамму. Ладно, всё, заканчиваем все эти настройки. Просто давай начинать. В амнезию ни разу не играл в жизни, поэтому для меня это будет первый опыт, так сказать, с вот этим вот беспамятством. Заставочка мне нравится. Это игра что-то не для того, чтобы... А, игра не для того, чтобы выиграть Immersive Yourself World and Story. Что-то там... узнавай себя, историю или что-то там. Третью строчку я не понял, что-то как она переводится, даже не успел прочитать. Игра вышла не так давно, в принципе, игра вышла прям вот совсем недавно. Прям вот, может быть, даже неделю назад, где-то, может быть, полторы недели назад. Я не слежу за ними, я просто увидел, что она вышла и думаю, дай-ка я запишу, потому что очень давно у меня не было видео на канале. И, как бы, хочу заметить, если вы будете проявлять активность и ставить лайки, комментировать хотя бы, то даже подписываться можно, не подписываться, но лучше подписаться, конечно. А можно я это, субтитры включу? Потому что, если у меня субтитров не будет... Нету тут... Врушен... Врушен есть! Ёлки-палки! Твою налево! Подсказки, упрощённые значки, назад... Я-то думаю, ёлки зелёные... Так, есть здесь эти... Как их называют-то? В игре же должно быть... А, вот. В определённый момент ты осознаёшь, что с тобой сотворила боль. Анастасия Трианон... Прячешься, сжимаешься всем телом, не в силах показать миру своё лицо. Геологическая экспедиция. Алжир. Угу. Действуешь инстинктивно. Набрасываешься даже на близких. Вот. И даже можно не подписываться, но лучше подписаться. Вот. Чтобы я видел, что вам это интересно, и что вы меня смотрите, что вам хочется это смотреть. Чтобы я снимал это всё дело. Время идёт, время гнусной воришка, она украла твои воспоминания. Агония угасла. Но с ней недрагоценные мгновения. Радости. Я не люблю, когда так пишут, я люблю, когда сразу всё написано. И чтобы можно было прочитать, понять, о чём говорится. Тебя пустошает изнутри. От тебя было и ничего не осталось. Я так понимаю, мы за девушку за какую-то играем, потому что, ну, я говорю, я ни разу не играл в амнезию. И это третья часть игры. Но ты пытаешься, пытаешься вспомнить, как улыбаться. Пытаешься вспомнить, как любить. Я не знаю истории, ничего не знаю этой игры. Однажды ты выползешь из своего укрытия и снова войдёшь в этот мир. И очень надеюсь, что меня будет слышно, потому что я послушал вроде как бы, мне должно быть слышно. Но хрен его знает, как получится. А потом будешь делать всё, чтобы выживать день за днём. Девочка стоит, смотрит на какой-то дворец с обезьянкой в руках. О, это мой художник, что ли, или что? А, что это было? А, мы летим куда-то. И что-то стукануло, мы сейчас упадём. Ничего, не волнуйся. Салим, бессмысленно делать вид, что ничего не происходит. Салим, это всего лишь турбулентность. Сейчас пройдёт. Да, знаю, знаю. Всё равно тяжко. Разум говорит одно, а сердце другое. Попробуешь поспать? Не получится. Всё время думаю о том, что может пойти не так. Я знаю, что тебе может помочь. Кто... А, кто тебе может помочь? Кто же? Мака. Не знала, что ты её захватила. Не хотела бросать её одну. Понимаю, сердце моё. Приключение пойдёт ей на пользу, но я думаю, что она будет рада, когда это приключение закончится. Непростая у неё была жизнь. И так, её много чего-то ждёт впереди. Я так пони... Ой. Ни черта не видно, что в тебя? Ясмин, скорее сюда! Давай мы сделаем немножечко тише звук, потому что... Что-то очень громко это всё дело... А, во! В звуке субтитры. Отлично. Класс. Тише не стал, да? Я тоже так думаю. У меня джойстик вибрирует вообще. Геймпад. Очень громко. Не знаю, будет ли меня слышно вообще или нет. Не, надеюсь, просто не всю игру будет вот этот грохот, и не всю игру будет заполнять сплошной звук из игры, вот этой вот звуковых эффектов. Потому что если он будет реально заполнять всё это время, а всю игру... то меня слышно не будет абсолютно. Будем надеяться, что здесь будет всё... Будет наде... Что будет всё видно, и всё будет хорошо. Надо запомнить, не забыть. Нет, нет, давай же! Надо его найти. Он поймёт. Кто поймёт? Кого поймёт? Не забудь. Дело в ней. Всё ради неё. Сосредоточься. Я Таси. Я по-прежнему Таси. Мы когда летели, падали, там была какая-то хренота, типа как опора у моста, знаешь, по краям такие... Ну, по краям такие опоры стоят, и вот между ними там вот эти вот всякие... Вот натягивается что-то. И вот там такая же хренота стояла, но мне показалось, что это какой-то... Какая-то бабёк с... В смысле? А куда мне ЛСРС-то крутить? В какую сторону? Ползу. О-о-о-ой. А где мы? В каком-то поезде, что ли? О! И чё? Как мне это взять? Кто придумал на это брать вообще? Как хорошо на джойстике мало кнопок. Можно перебрать все. Быстро. Ну, возьми ты его. Выпей уже в конце концов. Э-э-э, лоуданиум чё-то. Я! У меня есть настойка опия. Она поможет. Но постарайтесь сохранять спокойствие. Не то станет хуже. Не позволяйте себе гневаться. Не позволяйте себе бояться. Вы меня понимаете, Тасси? Да, я вас понимаю. Давайте мне опиум этого опия... Дайте мне. Как он резво или она резво вытащила эту пробку. Это... Это ж не так просто. Селищи-то, какие должны быть у тебя. Садись, поехали. Так, мы играем за Тасси, я так понимаю. Да, сиськи есть, значит мы за девушку играем. Что произошло? Где все? Ну, где Салим? Э-э, ну, я... Мне чувствительность, наверное, прибавить, нет? Э-э, напоминание, воспоминание. Э-э, закрыть альбом. Это на вот эту, что ли, закрыть альбом? Нет, это Б. Мой блокнот и почерк мой. Я не помню. Кто там шевелится? Подожди. Не, нам нужно явно прибавить чувствительности в эту... Чувствительность мыши, чувствительность контроллера. Вот так, наверное, будет. Во! Вот так оно будет по этому. Доктор. Это... Это доктор. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Что это такое? Доктор, доктор. Я здесь, я здесь. Экипаж Кассандры, вы меня слышите? Что мне можно с этим сделать? О, можно сесть. Это... Диавилько... Персонал... Девайс... Индивидуальный пакет. Взрослый размер, красный цвет. Понятно. Вставай. Пойдем. О! Вращать можно предмет. Это здорово, конечно, что можно его вращать. Мне бы его найти... РТ, чтобы подобрать предмет. Я понимаю, что его нужно подобрать и посмотреть вокруг. Ну ладно. Мы идем туда, где громко. Асалиме! Ева! Меня кто-нибудь слышит? Нет, тебя никто не слышит, потому что все умерли. Я вижу что-то полезное. Да, возьми. Вот так. Я буду вот так ходить, чтобы меня никто не... О! Прикольно. Ну и что? Пассажиры 12 или экипажа 2. Воздушное судно Кассандра. Ожидаемое время полета. Первый этап полтора, второй этап 7 часов. То есть мы, короче, немножечко не долетели, наверное, да? Прям совсем. Раз они так расстроились-то. Что? Проклятие! Без толку! Так, вот это... И чё? Я пошевелю всё туда, куда мне можно это шевелить. Нет, вот для таких, конечно, этих... Как это сказать? Здесь нельзя оставаться. Жар только усиливается. Чтобы открыть инвентарь, нажмите вот это. Я понял. Нажал. Ручка от двери в кабину пилотов. Ручка от двери в кабину пилотов с борта Кассандры. Достань... А! Достал. Ой, мы в пустыне в какой-то, смотри-ка. Нифига себе. Светло как-то странно для хоррора. Это прям удивительно. Матерь божья! Странно, что ты, тётка, не умерла. Мне нужно осмотреться. Ричард, на помощь! Бога ради, спасите! Эээ... Нормально. Бежать можно, нет? Эээ... Вспомнила. Многие пострадали. Да ладно. Слушай, тут даже догадаться это несложно. А я была здесь, так ведь? Куда они подевались? Эээ... Где с... Все хорошо, дружище, мы тебя вытащим. Эээ... Мне кажется, никого здесь не вытащили, либо же всех спасли, а меня потеряли просто, и... Чё за звук, ведь? Как будто мне по мне пауки ползают, такие, знаешь? Я же тут зажарюсь. На санцпеке лучше не задержаться, прячьтесь в тень. Да ты чё, издеваешься, где тут тень-то найти? Леон, Джонатан, помогите. Да, на санцпеке лучше не задерживаться. Есть тут какая-нибудь кнопочка, типа... Посмотреть своё состояние. Эта кнопка что значит? Это не знаю... Это ничего... Это настройки, это инвентарь, да? Напоминание. Эээ... Показать, скрыть текст. Крестик. Главное не забывать, она умрёт. Найди Салима. План полёта. План полёта мы видели. План полёта нам ничего не говорит. Воспоминания... Всё, нормально. Так. Пойдём дальше. У меня в чемодане слева, там бинты, скорее! Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже нет ничего. Мы просто пойдём вот туда. Я понял. Мы здесь просто будем ходить вокруг самолёта и искать, что же можно здесь найти. Нет, нет! Рэйчел! Так, здесь нам на соб... Да, здесь спрятаться, конечно, ну... Лучше было, мыслю. Я вижу вон там куски самолёта, я бы туда сходил, но... Нет, я так понимаю, нам нужно вот сюда идти. Там какая-то хрената, а он... Ничего себе, какая большая птица. А что, она там кого-то клевала, нужно там туда сходить. У нас нет выбора, нужно привезти их в укрытие, знаю. Но Салим, он ранен, ты же его знаешь. Давай, спустим его сюда, а потом подержим вдвоём. Пока доктор чё-то там. Не бойся, пещера недалеко. А, то есть нам нужно в какую-то пещеру прийти. И? Чё мне с этим делать? Это вода или что? Просто взять это нельзя. Это самовар, по моим предположениям. А куда я ползу-то всё? Ой. Прикольно. Блин, отстань. Это что, записки? Странно это всё. Там клевала птица какого-то, наверное, человека мёртвого. Возможно. Это мои предположения. Это я просто думаю. Не умирай, пожалуйста. Да не зажаришься, тётька, я с тобой. Я тебя, это, если чё, отведу в укрытие. Не надо плакать. Женщина, а хватит плакать. Плакать это плохо вообще-то. О-о-о-о. Так. Мы вот здесь постоим, пока у нас это самое... Всё в норму не придёт. О-о-о. У нас задача. Так. ЛТН для бега. Ну, побежали. Чё ж теперь? Самовар нам не дали взять. Самовар остался там. Куда-то отходить смысла я не вижу. Это игра для того, чтобы посмотреть, чё тут к чему. Как взаимодействовать? Можно снимать, корыть там, типа, не? Нет, нельзя. Это просто ерундовина какая-то. Салим! Салим! Салим, ты здесь? Думаю, что нет. Потому что он тебе не отвечает. А если бы он был здесь, он бы отвечал. Ну, мои предположения. Я думаю, всё-таки он не такой дурак и ответил. Он хочет жить. Салим. Если он ещё жив. Будем бегать в тени. Это лучший вариант, как по мне. Пробежать вот по вот этому кругу. Я думаю, это тут... Ну, сюда и нужно бежать. Бошку всё равно печёт, да? Да. Так, ладненько. У нас нет никакого, да, этого, как сказать, бара, на котором написано, что бежать мы сейчас перестанем, да? То есть выносливости показателей нету. А если нет, значит, мы можем бегать сколько угодно и где угодно. Вот коробка какая-то стоит, ящик. И вот пещера, я так понимаю. Вот и пещера. Чё, слава богу-то? Ты ещё ничего не нашла и ничего не взяла. Это же хорошо, правда? Здесь были люди. Так, нас застрелят или продадут в рабство? Лучше, чем умереть от жажды, да, милая? Леон. Что? Нечего её обнадёживать. Мы по уши в дерьме. Справедливо, кстати. Да. Я с ним согласен полностью. И нахрена мне это всё нужно? Я человек простой. Если я что-то вижу, надо выбросить это оттуда, где это лежит. Так, ну больше здесь трогать нечего. Я просто... Ой, ты что делаешь-то сейчас? Звук странный какой-то оттуда был. Что-то там светится такое. Нокася. Накася. Дорогие мои Сьюзан и Альфи, словами невозможно передать здешнюю атмосферу. Это чудесное место. Не найти место оживлённее, чем алжирский базар. Какое быство красок и ароматов, а какой-то стоит гамм. Возможно, я и вам тут кое-что прикупил. Кто знает. Ваш бесконечно любящий папа. Записки сохраняются в журнале. Это хорошо, это я рад. Опа. Главная укоротительница людей. Документы. Пункты отправления. Аэропорт Кройдена. Гнаток свежего воздуха. Надо поблагодарить Че за рекомендацию. Самое главное, что в этом деле она куда лучше меня. Нужно дать ей время приспособиться к местным реалиям. Но начало уже многообещающее. Надеюсь, она станет постоянной участницей поездок. Надеюсь, тоже, да. Рэйчел, она организовывала лекции в Лондоне. Чоколад. Но нам чоколад не нужен, мы пойдем в пещеру. А в пещере, как говорится, темно сейчас будет, наверное. Как нам известно, в пещерах темно. Там никто освещение это особо не приделывает. Вот Ася, взгляни на ее ручки. Прелестные, крохотные пальчики. Смеется. Привет, детка. Привет, привет, детка. Я забыл поставить секундомер. И не знаю, сколько идет запись уже. Поэтому будем ориентироваться на собственные, как сказать, ощущения впечатления. И записывать столько, сколько получится. Сейчас я еще попью немножечко. Извините, конечно, я просто не могу не пить. Это прям невыносимо. Нажми любую кнопку, чтобы продолжить. Продолжаем. Продолжаем. Страшного пока ничего нет, но сейчас начнется, я так предполагаю, потому что... Потому что... Потому что там уже темно. Все в порядке, я сам. Давай, еще чуть-чуть. А вот они до сюда дошли. Эй, есть кто? Да, есть, конечно. Салим! Кровь какая-то. Это из кого-то что-то вырезали, что ли? Аптечка. Опи, я так понимаю, да? Фотография. Это мы, Салим и я. Август 33-го. Любовь превыше законов. Класс. Что это? Я... Я хотел тебе что-то сказать. Целую речь. Что-нибудь лирическое. Но... Это ни к чему. Знаю. Просто... Не думал, что так будет. Что все это случится. Ты и я. Я даже подумать не... Салим. Ты единственный, кто мне нужен. Правда? Правда. Хватит переживать. Я же люблю тебя, дурачок. Ты и мое сердце. Тасия Трианон. Я же просила, без лирики. Лирика иногда очень полезная штука. И очень, так сказать, позволяет хорошо выразить свои чувства. Держите крепче, никто шов разойдется. Я... Простите. Постараюсь. Не дергаться. Салим. Я с тобой. Я с тобой. Это его здесь оперировали. Ему тут что-то вообще трындец, наверное, да, пришел? Так, подушку на место положи. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот такой вот. Это значит, что они там были час назад от силы. Полтора-два. Ну, максимум два. Потому что... А, это я наступил, твою мать. Я сам себя испугался. То есть, два часа назад они здесь были. И куда они за два часа умудрились кандебобить, не понимаю. Карта. Очень полезная карта. Да, ясно. Это что у нас такое? Руководитель экспедиции, помощница мистера Митчелла, спонсор экспедиции, помощник мистера Стерлинга, врач экспедиции, бригадир, инженер, составитель, чертежей, геолог, стрелок, проводник, проводник, пилот без бортпроводницы. Ясно. А, а сзади ничего не написано? Нет. Куда они все подевались? Да хрен его знает, вот знаешь. Вот такое вот произошло что-то и всё. Бортативная рация с расчётом на 9, 10 человек, воды на 2 дня, еды на 1 день, верёвка, 3 винтовки, 1 лампа, 4 бутылки с маслом для лампы, 4 коробка спичек, бумага, растопка для костра, топливо, 2 одеяла, 1 аптечка, нитка с иголкой, эфиром, мони, йод, настойка опия, марли, средство от ожогов. Ой. Повязка на глаза, пластырь, ножницы, 2 лезвия для скальпеля, 1 компас. Это всё, что у них с собой было, я так понимаю, да? Угу. Ох, опять записка. Таси, Таси, даже не знаю, как лучше быть. Конечно, справиться с полевой работой экспедиции простая, бывали поездки куда сложнее, но прошедший год был для неё сущим адом. Тот звонок из Парижа, такой опустошённый у неё был голос. Пожалуй, мне остаётся лишь заботиться о ней и следить, чтобы она не сидела без дела. Малико и Рэйчел, Малико и Рэйчел попрошу о том же. Да и Салим будет рядом. Это хорошо, я искренне надеюсь, что это ей нужно для восстановления. Им обоим. Слушай, обещаю, что больше не заведут разговор, но я знаю, тебе будет нелегко. Первый раз после перерыва все дела. Так, что если будет нужна передышка, уединение или ещё что, только скажи, что угодно. Хорошо. Мне надо было что-то нажать и... А, они бьются всё-таки. С помощью спичек можно освещать тёмные участки, зажигать факел и взаимодействие с ними. Это хорошо. Меня зовут Салим Ханачи. Я потерпел крушение в составе экипажа Кассандра 3 марта 1937 года. Среди нас есть раненые, в том числе я. Мы остались, пока другие члены экипажа отправились за помощью. Теперь мои спутники мертвы, а рация не работает. Я не могу ждать в одиночку. Тут рыщит какое-то существо. Я последую за остальным экипажем, насколько позволят силы. Они пошли по горной тропе. Я оставлю ориентиры. Тасси, если я тебя не могу, не найду, и ты сейчас это читаешь. На, ты моё сердце. Такой ты дружочек, конечно. Ну а почему ты меня не дождался? Потому что он дурак, блин. Вот почему. Я буду кружки сейчас бить. Потому что вот во всех вот таких вот ситуациях... Ой, я туда не хочу идти, там темно. Я туда не пойду, ну его нафиг, там темно было. А вот здесь кто-то был. Здесь тоже кто-то сидел, здесь тоже кто-то... Чё-то не бьётся. Блин. Спотыкнулся обо что-то. Чё-то моргает вот здесь. Лампу можно зажечь спичками. А! А, то есть это лампа? Да нет, это не лампа, это вовсе не лампа, это были... Это была свеча. Я зажёг, я успел. Номер пропуска 0-9, имя сотрудника Ясмин Чабани. Понятно. Удостоверение 12 января 37-го года. Одобрено Стерлинг. Ну это хорошо. А, там... Какая красивая девочка. Дочь? Нет, сын. Отец, у меня все... все внуков... все внуков глянчат. Она в Париже осталась? Да. Она со своими Ясмин. Мне надо проверить, подготовлены ли образцы из... Саль... Что-то, как... Разумеется, мистер Митчелл. Простите, Хэнк. Какая красивая... девочка? Дочь? Угу. Сын. Можно тарелки бить, интересно, или нет? Нет, смотри, не бьётся. Ох! Милая Аманда, теперь ты уже знаешь о крушении и о том, что продал положение у нас незавидное. Мы отправляемся вглубь пустыни, чтобы отыскать средства связи, поселения, или ещё какую-то помощь и храбряться. Но на самом деле неизвестно, чего нам ждать. Так что может остаться, что это последняя весточка от меня. В таком случае, прости, любовь моя, пожалуй, это моя вина. Я так хотел грандиозного приключения, надо было дома сидеть. Передай обоим, как я их люблю. Скажи, Сьюзан, что она лучшая девочка в мире, а Альф вели присматривать за сестрой. Ну вот. Теперь у меня на глазах слёзы, руки дрожат, и я даже не знаю, что написать. Не знаю, как попрощаться. Не могу поверить, что надо попрощаться в глубине души, я знаю, что мы всё встретимся. Пусть даже не в этой жизни. Твой Джонатан. Очень долго они читают, мне это не нравится, я хочу читать быстрее, и у меня получается билиберда какая-то. Так, что это у нас такое? Девочка вот крутится. Чё, что мне надо сделать? Поставить куда, что ли? Ужас какой-то. Панул её правильно, блин. Так её и надо. Это машинка какая-то, да? Интересно, получается интересно. Так, здесь говна всякого навалом. Это у нас лежак. Это у нас уже прочитали. Это у нас что? Это какая-то хреномантия. А можно это вот с собой взять? Серьёзно, ты дум... Да зачем ты её тут тушил-то? Я её просто так, что ли, поджёг? Не видать ничего. Так, мы обследуем полностью эту пещеру. Ну, вот эту вот пещеру. Потому что это самое начало игры. Это самая, ну, как бы важная часть игры. Потому что дальше-то может быть чё угодно. Як санулама, садьёла, заказчик компании, чё-то это. Они, видать, чё-то делают. Экспедиция экспедициями, но они какие-то планы строят. Так. Ура! У меня теперь... Блядь. Вот для чего я сейчас это сделал? А, то есть... Со спичкой в руке, если двигаться, то она погаснет. Я понял. Но вот эта, конечно, свеча, она многое здесь даёт, да. Где-то вода здесь капает. Так, это я видел уже. Всё. На этом мы заканчиваем эту пещеру. Мы идём дальше. Спичечек бы найти бы, ёлки-палки. Так, это я бы трогал? Трогал, наверное, да. А, ну, значит, остаётся только вон тот тёмный угол, который... В который я с самого начала не пошёл. Так. Спички. Почему не показывается, сколько у меня спичек на данный момент? Ну, здорово. Темнотень. Ой. Страсти-то какие. Вот это на превьюшку пойдёт. Красота. Салим? Да, Салим здесь, конечно, блин. Сидит вон там, тебя ждёт. Кажется, это записка. Я отправился на рынок Эсперанде, но у него... Больше не было работы на эту неделю. Да, у Тасси есть собережения, да и что-нибудь обязательно подвернётся. Но ситуация непростая, учитывая, что у нас теперь трое. Я хочу быть уверен в их безопасности. Я, конечно, рад за тебя, дружище. Я не вижу ничего. Слушай, может быть... Чего ты? Уйди. Может быть, поярче просто сделать? То есть, это максимум, да? Давай вот так вот оставим. Ну да, да. Принять. Да подожди. Я не понимаю, что он хочет от меня. Как мне выйти отсюда теперь? А-а-а! Можно как-нибудь мышкой? Шуть. Просто поломал игру. Просто на ровном месте. И дальше-то чё? Прикинь, сломал игру. Пизду. Дошёл я, значит. Я просто сломал нафиг эту игру. И он мне не хотел эту гамму прибавлять. И, короче, я прибавил немножечко яркости, чтобы было видно мне и тебе. Пропустил я какую-то комнатку маленькую. Не знаю, как я её пропустить смог. Мне кажется, я этого не видел. Салим, мне очень жаль. Мне очень жаль. Без лукаса мне этого не вынести. Остальным хочу сказать. Салим не виноват. Я нахожусь в здравом уме. Ева какая-то там. Риттер. Она, короче, тут мёртвая валяется. Холодная, чёрт. Нет, блин, она не холодная. Она вообще-то уже тут посинела вся. Так, погоди. Мне бы вот эту тоже надо взять. А, она пустая. Это вот прям из главной этой комнаты. Покатилось куда-то что-то. На немецком что-то написано. Хорош. Всё, всё, угомонись. Так, трупецки валяются. Можно, конечно, свечку ей зажечь, но ей она уже точно не нужна. Так. Хилич шрифт. Библия. Ясно. Лопата. Может её закопать? Вот на вот. Возьми себе, оставь её. А, тут уже кто-то кого-то закопал. Ни хрена себе, молодцы какие. Это можно затушить. Это у нас что такое? А, это Лукас. Лукас молодец, лежит здесь. Она его похоронила, что ли? Молодец. И сама сдохла. Вообще отлично. А, то есть она самоубилась, блин. Ёлки-палки. Чё-то я не допёр сразу. Ну. Какая-то за здоровье погибшим. Ничего нового здесь я не нашёл. Я прошёл всё это сделал. Я просто... Блин, он сохранился в самом начале. Ну, не то, что сохранился в самом начале, а... Заставил меня приходить заново. Прикинь, вот эти все вот эти... Бред не слушать. Я, конечно, быстро всё это сделал, но всё равно как-то нифига не... Нет, они не доставляют удовольствия каждый раз заново проходить. Можно здесь сохранить и выйти можно? Угу, классно. Да, здесь теперь лучше видно стало. До этого я вообще здесь ни хрена не видел. А теперь здесь всё видно. То есть здесь вот видно завалы эти, все вот эту вот ерунду. То есть здесь камни лежат. До этого вообще здесь ничего видно не было. Так, ладненько. Это у нас пойдёт на превьюшку. Как говорится. Вот отсюда вот примерно, да? Вот так вот. Вот отлично будет. Я понял, что погаснет. Успокойся. Вот так будет на превьюшке. Салим? Да нет, Салима, мы же уже с тобой решали. Так, больше настройки мы не трогаем, потому что они ни к чему хорошему не приводят. Это мы читали уже. Ну да, получше видать хоть немножко. Ладно, там кто-то шепчет. Ну его нафиг. Я прочитал ещё одну записку, я её пропустил. Там написано было, что здесь кто-то живёт. В этих пещерах. А, то есть вообще вариантов у нас других-то и нет. Но тогда, тогда... Ёлки-палки. Давайте мы на этом закончим. Вот на этом месте. И в следующей серии мы обязательно продолжим и узнаем, что же в этой пещере находится. А пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. Всем до встречи в новых сериях, видео, ребят. Всем пока.